Новый поворот в скандале вокруг одного из крупных агропредприятий Херсонской области. Подробности уже рассказывали о довольно комичной ситуации с охраной завода. Из-за долгих судебных разбирательств следователь ГПУ направил дежурить на объект людей довольно странной наружности. Причем бойцы этого отряда в спортивных штанах утверждали, что они убойщики снега. И никакой агрессии не проявляли. Но сегодня сильно избили охранника и препятствовали работе журналистов, которые пытались это зафиксировать. Все подробности в нашем материале. Поменять охрану на заводе по переработке СОИ по неизвестным кому-либо причинам во время недавнего визита на предприятие решил прокурор следственного управления генпрокуратуры Александр Буковчаник. Судебные тяжбы с бывшим собственником, от которого завод перешел во владение банка из-за миллионных долгов, длятся уже долгое время. Буковчаник постановил охранять имущество предприятия во время досудебного расследования будет компания, которая, как оказывается, с 2011 объявлена банкротом. И теперь вместо квалифицированной охраны на проходное предприятие постоянно находятся сомнительные люди. Одеты странно, растянутые спортивки, кроссовки, никаких опознавательных знаков. Лица закрыты балаклавами, в руках палки. Ведут себя вызывающе, реагируют на журналистов агрессивно. Во время нашего прошлого визита дошло до угроз. Мы вызвали полицию, но повлиять на ситуацию правоохранители не смогли. Несмотря на сложившуюся ситуацию, завод продолжает работать в штатном режиме. На производство гореохранники не влияют. Но так ли это на самом деле, после выхода нашего материала в эфир, решили проверить журналисты интернет-ресурса «Зеркало недели». Поехали туда на объект, оказались там люди в балаклавах. Представляли, что они уборщики снега. Но потом, когда они говорили, что предприятие работает, здесь работники, мол, мы тут никому ничего не мешаем, все в порядке, мы приехали проверить это на самом деле, увидели развозку и просто ждали, пока из завода начнут выходить рабочие, для того, чтобы заснять, собственно, этот процесс. Далее утверждает Вадим. Неизвестные в балаклавах и затертых до дыр спортивных штанах начали вести себя агрессивно. Ничем никого не провоцировали. Общались исключительно вежливо и воспитанно, но, видимо, все-таки, словно известные тетушки, вот так вот они себя проявили. То есть, внезапно открылись ворота, они вылетели, напали на охранника, повалили его на землю, начали его бутать. Захар, охранник, сопровождавший съемочную группу, подробно показывает, как охранники, назначенные прокурором ГПО Александром Буковчанником, напали на него, порвали куртку и били ногами. Они повалили меня на землю, немного попинали ногами, разорвали мне куртку, потом еще выскочили два человека, начали закрывать камеру. Журналисты «Зеркало недели» уже обратились в правоохранительные органы по факту нападения на съемочную группу. В свою очередь, мы просим Генеральную прокуратуру дать оценку действиям прокурора Александра Буковчанника, а также в следующем материале, который выйдет в понедельник, дадим правовую оценку сложившейся ситуации на заводе по переработке сои. Александр Васильченко, Василий Миновщуков. Подробности специально из Херсонской области.